Фейерверк выплевывает яркие огни. Особенно эффектно это смотрится в вечернее время. Красивое зрелище, которое понравится и взрослым, и детям. Особенно при правильном использовании. Сотрудники пиротехнического отдела рассказали, что в последнее время опасность получения травм практически сведена к нулю. На коробке с салютом указаны инструкция и основные меры предосторожности. Денис Аникин еще раз напомнил правильный порядок действия. Перед использованием любой батареи мы находим там, где написано фитиль. Аккуратненько отклеиваем его и расправляем, чтобы он торчал и нам было удобно его использовать. Пиротехнические изделия делятся на несколько классов опасности, начиная от небольших петард и заканчивая большими салютами, которые можно наблюдать на крупных городских праздниках. Как раз от типа опасности и зависит выбор места, где можно устроить небольшой, но зрелищный фейерверк. Главное поставить его на прочную поверхность, поджечь фитиль вытянутой рукой и отбежать как можно дальше. Денис Аникин рассказал, что хоть травматизм и сведен к нулю, ошибки при запуске фейерверков люди все равно допускают. После незабываемого зрелища к коробке с салютом не рекомендуется подходить в ближайшие пять минут, а затем простой порядок действий. Подходим к батарее, также не наклоняясь, на вытянутой руке берем ее и переворачиваем кверх ногами. Все. В данном случае батарея отработана, через какое-то время ее можно утилизировать с бытовыми отходами. По словам пиротехника, бывают случаи, когда салют не взрывается. Происходит ли это из-за неисправности фитиля или еще по какой-то причине, неважно. В течение 10 минут подходить к коробке также не рекомендуется. К тому же, если вы купили салют в сертифицированном магазине, то неисправные изделия бесплатно обменяют на новые. По словам пиротехника, в Рязани их восемь. Нельзя торговать в магазинах, которые встроены или пристроены в жилые дома, на вокзалах, в подземных переходах, на транспорте, а также в местах, не в зданиях, скажем так, сладков, прилавков и так далее, где имеется возможность доступа солнечных лучей, каких-то атмосферных осадков и так далее. То есть торговля разрешается только в зданиях, помещениях, специальных секциях. Одно из таких находится в крупном гипермаркете. 20 декабря с проверкой сюда пришли сотрудники службы МЧС. Я хочу уточнить, во-первых, что мы проводим не проверки, а профилактические обследования, поэтому мы как бы даем свои рекомендации, если выявляем какие-то недочеты по их устранению руководителям объектов. При этом не выдаем каких-то предписаний, штрафных санкций и так далее. В таких профилактических обследованиях сотрудники МЧС проверяют место расположения отдела по продаже пиротехники и все сертификаты на продукцию. Они должны соответствовать каждому типу салюта. А продавец должен проходить обязательное обучение по программе пожарно-технического минимума перед началом торговли. Что примечательно, в таких торговых точках продавец осуществляет именно бесконтактную торговлю пиротехникой. Скрывать не имею права и также не даю его в руки. Если он хочет, я могу почитать инструкцию, описание, всякую информацию, которая находится на изделии. После покупки еще одна мера безопасности. Продавец заворачивает коробку в пакет и закрепляет пластиковым зажимом. Теперь можно быть уверенным, что купленное здесь изделие точно сработает. В средствах массовой информации, да и в свободном доступе на просторах интернета постоянно появляется видео, где по тем или иным причинам запуск пиротехники оборачивается травмой. Неправильно ли это обращение с петардами или они были куплены вне торговых точек, причин может быть масса. А итог всегда печальный. Поэтому перед каждым развлечением всегда стоит несколько раз подумать. Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город».